Божество право! Дорогие друзья, вы хорошо сделали, что пришли сегодня сюда. Перед Пасхой очень много может быть суеты. Нужно приготовиться, нужно собраться. Нужно еду приготовить и все остальное. Но сегодня было бы очень хорошо, чтобы мы с вами подумали об Иисусе и о том, что Он пережил пятницу, в тот далекий день, когда Он умирал на кресте. Мы часто говорим об этом во время хлебопреломления. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня постарались, может быть, не столько говорить в плане проповеди, сколько просто почитать то, что Библия говорит, произошло. Чтобы мы сегодня могли помолиться, чтобы мы сегодня могли как-то проникнуться вот тем событием, которое было. Мы немножко споем. Группа будет участвовать, несколько пений. Я попросил братьев, которые прочитают тексты из Евангелия Луки, из книги Исаия, 53 глава. Для того, чтобы мы могли проникнуться и, может быть, вместе с Иисусом сопереживать, сопережить то, что происходило когда-то на Голгофе. Знаете, я не хочу сказать, что нам нужно сегодня иметь какое-то траурное состояние, потому что мы знаем, что есть воскресенье. Но в то же время нам не нужно слишком быстро спешить к воскресенью до тех пор, пока мы не пережили смерти Иисуса Христа. Сам Христос сказал, что зерно, когда падает в землю, если оно не умирает, оно остается без плода, поэтому и нам тоже нужно пройти через смерть. Нужно понять смерть для того, чтобы лучше понять воскресенье. Поэтому сегодня постараемся проникнуться этим для того, чтобы воскресенье, для того, чтобы Пасха зазвучала для нас с новой радостью, с особой радостью, с особой надеждой, с особой радостью и с особым проникновением. Пусть Господь говорит каждому из нас через слово, через тишину, через то, что мы будем читать. Так, давайте для начала мы встанем, помолимся, а после этого вместе с группой мы споем пение «Путь Голгофи далек». Помолимся Господу сейчас. Наш Господь, мы собрались здесь сегодня, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что было время, когда Ты пришел на эту грешную землю для того, чтобы искупить всех людей, для того, чтобы пострадать за всех людей, для того, чтобы каждому поверившему в Тебя, принявшему Тебя, была возможность иметь жизнь, жизнь вечную. Ты пришел на эту землю, Господи, Ты творил добро, Ты принял страдания и смерть, и сегодня мы вспоминаем это. Вспоминая это, Господи, мы не хотим как-то поспешно что-то объяснить и, может быть, как-то сказать, что мы все понимаем в Твоей смерти. Мы много понимаем, мы много знаем, но в то же время понять всю глубину Твоих страданий, Твоей смерти мы не можем, и мы не способны, и мы просто хотим сегодня вместе помолиться, вместе подумать о Тебе, вместе прославить Тебя тем, чтобы почтить Твой подвиг на Кресте Голгофском. Поэтому просим Тебя, говори к нам, помоги, чтобы это короткое служение было вдохновением для нас, чтобы это короткое служение было напоминанием нам того, что Ты совершил на Кресте Голгофы. Благослови нас, Господи, пусть Слово Твое проникает в наши сердца, до глубины наших сердец, и пусти мне Твоему будет честь, хвала и поклонение за Твой подвиг на Кресте, за Твои страдания, за Твою смерть, за нас. Ты взял наше место на Кресте, и за это мы Тебя от всей души благодарим. Слава Тебе. Аминь. Давайте мы споем пение «Путь Голгоф и далек». Пожалуйста, группа, выйдите вперед, наверное, для того, чтобы провести нас всех. Споем это пение. После этого пения брат Женя прочитает из 53 главы книги пророка Исаии. И потом опять будет служение группой. Путь Голгоф и далек, кровь стекала без рам, «Сколько мук и страданий во взоре». И Иисус дорогой умирал на Кресте, Принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос приверил нас Творцом И скупил драгоценную кровью. О, внемли человек в глазу песни моей, Что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь. Чем ты платишь ему за божественный дар, За пролитую кровь, что даешь. Даль земли, свет царей, благо дней впереди, Для тебя это создал Господь. Он зовет, обрети, мимо друг не пройди, В нем ты счастье и мир обретешь. Дай, Господь, мне понять тайну вечной любви, Той, что ты к нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду По земле среди бурь, среди гроз. И тогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос Примирил нас Творцом И скупил драгоценную кровью. Занимайте, пожалуйста, места. Сейчас прочитает брат Евгений, После него брат Виталий будет читать, Потом брат Влад. И только после Влада будет участие группы. Пожалуйста. 53 глава пророка Исаии. Кто поверил слышанному от нас, И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, Как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, И не было в нем вида, Который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, Муж скорби и изведавший болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, И мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи И понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, Наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши И мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, Собратились каждый на свою дорогу, И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, Но страдал добровольно, И не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклании, И как агнец, предстригущими его, Безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, За преступления народа моего Претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, Но он погребен у богатого, Потому что не сделал греха, И не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, И он предал его мучению, Когда же душа его принесет жертву у милостивления. Он узрит потомство долговечное, И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, Оправдает многих, И грехи их на себе понесет. Посему я дам ему честь между великими, И сильными будет делить добычу, За то, что предал душу свою на смерть, И к злодеям причтен был, Тогда как он понес на себе грех многих, И за преступников сделался ходатаем. Луки, 22 глава, будем читать, 63 стиха. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его. И, закрыв Его, ударяли Его по лицу, И спрашивали Его, Про реки кто ударил тебя? И много иных улений произносили против Него. И как настал день, Собрались старейшины народа, Первосвященники и книжники, И ввели Его в свой Синодрион. И сказали, Ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им, Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, Не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий Воссядет Одесную силы Божьей. И сказали все, Итак, ты Сын Божий? Он отвечал им, Вы говорите, что я. Они же сказали, Какое еще нужно нам свидетельство, Ибо мы сами слышали из уст Его. И поднялось все множество их, И повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, Мы слышали, Что он развращает народ наш, И запрещает давать, Подать кесарю, Называя себя Христом, Царем. Пилат спросил его, Ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ, Ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу, Я не нахожу никакой вины В этом человеке. Но они настаивали, Говоря, Что он возмущает народ, Уча по всей иудее, Начиная от Галилеи И до сего места. Луки 23, глава 6 стих. Пилат, услышав о Галилее, спросил, Разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, Послал его к Ироду, Который в те дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, Очень обрадовался, Ибо давно желал видеть Его, Потому что много слышал о Нем И надеялся увидеть от Него Какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, Но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники Стояли и усиленно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, Уничижив Его и насмехавшись над Ним, Одел Его в светлую одежду И отослал обратно к Пилату. И обратившись в тот день, Пилат и Ирод с друзьями между собою, И сделали в тот день Пилат и Ирод с друзьями между собою, Ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, И народ сказал им, Вы привели Мне человека сего, Как разручающего народ. И вот Я при вас исследовал, И не нашел человека сего виновным, Ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, Ибо Я посылал его к нему, И ничего не найдено было в нем, Достойного смерти. И так, наказав, Его отпущу. А ему и нужно было для праздника Отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, Смерть ему! Отпусти нам Вараву! Варава был посаден в темницу За произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, Желая отпустить Иисуса. Но они кричали, Распни, распни его! Он в третий раз сказал им, Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, И так, наказав, Его отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, Чтобы он был распят. И превозмог крик их и перевосвященников, И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, Которого они просили. А Иисуса предал их волю. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда пришли на место, называемое Лобное Там распили его и злодеев Одного по правую, а другого по левую сторону Иисус же говорил Отче, прости им, ибо не знают, что делают И делили одежды его, бросая жребий И стоял народ и смотрел Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря Других спасал? Пусть спасет себя самого Если он Христос, избранный, Божий Так же и воины ругались над ним Подходя и поднося ему уксус И говоря Если ты царь иудейский Спаси себя самого И была над ним надпись Написанная словами греческими Римскими и еврейскими Сей есть царь иудейский Сей есть царь иудейский Иисус, мой Господь Послезы смотрю на тебя Распятый Иисус, мой Господь Ты снял мою боль и снял сердце стран, Хотя сам повис на гвоздях. Но не гвозди держали на кресте, Но не люди причинили боль тебе. Но не гвозди, не люди, но волье, Хоть винулась эта краска, так много лет. Я вижу тебя на кресте, Истинным терном огнецель. Пронзи, торты руки и ноги свои, Меня, чтоб спасти, отверни. Но не гвозди держали на кресте, Но не гвозди, не люди, но волье, Подпинулась этой краской, так много лет. Как часто я вижу, кто тень, Каковы и кровавую тень. Склонясь у креста, я милость пошла, Свободу мне дал Божий Сын. Но не гвозди, не держали на кресте, Но не гвозди, не люди, но волье, Подпинулась этой краской, так много лет. Но не гвозди, не держали на кресте, Но не люди причинили боль тебе. Но не гвозди, не люди, но волье, Подпинулась этой краской, так много лет. Гередовы, 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 Герс 있죠. Мы продолжим чтение из 23 главы Евангелия от Луки, с 39 стиха до конца этой главы. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшиеся Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти. И в субботу остались в покое по заповеди. Аминь. Хочется обратить внимание буквально на несколько слов, которые здесь, в этом тексте, мы прочитали, особенно вот в последних нескольких стихах. Посмотрите, во-первых, на то, что из всего того множества народа, которому когда-то Иисус сделал доброе что-то, мало кто был с ним в последнюю минуту. Иисус говорил о том, что для того, чтобы по-настоящему последовать за ним, нужно взять крест, отвергнуть себя, и тогда последовать за ним. Людям не хочется брать крест. Людям не хочется отвергнуть себя. Хочется идти за Христом в удобстве жизни. Хочется идти за Христом, когда все хорошо, когда все нормально. Когда не презирают, когда не обижают, когда за то, что ты связан со Христом, тебя не унижают. Но Христа казнили. И даже если кто-то чувствовал какие-то угрозения совести, может быть, мало нашлось смелых, которые могли бы там находиться. И, может быть, даже своим плачем выражать сожаление о смерти Учителя. Женщины оказались такими. В их сердцах была глубокая любовь к Иисусу. И они были последними, кто уходил из Голгофа. И они будут первыми, кто придет в воскресенье ко гробу. Их было немного, но у них была искренняя любовь к Господу. Да даст нам Бог научиться этому тоже. Посмотрите еще. Текст говорит о том, что день тут был пятница. Сегодня пятница. Похожее время. Как вы видите на этой стене, может быть, туда нам не видно за окно, но судя по этой стене, солнце заходит, солнце садится. По иудейским порядкам, по иудейским правилам, с заходом солнца наступает следующий день. По иудейскому обычаю. Суббота наступит не после полуночи, но заходом солнца. То есть, через полчаса может быть. По иудейскому обычаю, по закону Ветхого Завета в субботу нельзя было что-то делать, нужно было оставаться в покое. Я хотел бы несколько минут обратить вот на вот эту идею. Покой. Пятница был очень долгим днем. Наверное, самым долгим днем для Иисуса. В принципе, мы можем сказать, что после Гефсимания ему не пришлось спать. Его взяли в саду, он молился. Ученикам удалось пару часов поспать во время молитвы Иисуса, а Иисус бодрствовал, Иисус молился. Его взяли и сразу после этого отвели на допрос. Там не поспишь. После допроса, после издевательств, на допросе перед Синедрионом его повели дальше к начальникам римским, затем к Ироду. И все это издевательство, унижение, затем побои, очень сильные, мучительные побои. И после всего, после всего крест. Действительно, долгий, мучительный день. В преддверии покоя. Пятница была действительно самым напряженным днем Иисуса. не зря в четверг, не зря, ну, может быть, уже в начале пятницы, опять же, по-иудейски, если смотреть, в Гефсимании он молился. И причем, когда молился, находился в борении, в агонии, по-гречески. Потому что человеческая его природа, человеческая суть Иисуса Христа, понимая то, что перед ним стоит, понимая ту всю тяжесть греха, которую ему нужно взять на себя, когда он томился, но сейчас наступил покой. Вообще, покой – это интересное понимание, тишина, интересное слово. Вы знаете, жизнь всегда имеет звуки, жизнь всегда сопровождается звуками. Иногда это радостные звуки, иногда это приятные звуки, красивая мелодия, первый крик ребенка, звук любимого или любимой, красивые голоса весенних птиц, звуки могут быть очень красивыми. Но иногда звуки становятся ужасными. Крики войны, разрушений, взрывы, шум. Разрушение даже в природе производит определенный шум. и это своего рода какофония или неприятная такая симфония, неприятные звуки, они заставляют, может быть, содрогнуться, и тогда хочется покоя. Иисус Иисус должен был пройти сквозь шум, сквозь грохот и, можно даже сказать, битву, войну, пятницы, для того, чтобы наступила суббота, для того, чтобы наступил покой и полная тишина не только в Иерусалиме, но и на Голгофе. И для того, чтобы вместе с тем, с его последним вздохом, чтобы и для людей наступила возможность иметь покой. Ведь в нашей духовной жизни мы часто раздираемы грехами, похотями, страданиями, воплями сердечными, тем, что нарушает покой, тем, что нарушает и забирает покой Господень. И то нарушенное блаженство, то нарушенное общение с Богом, которое было нарушено в принципе еще со времен Едема, Христос восстановил. Апостол Павел в одном тексте в послании к филиппийцам пишет так, 4 глава филиппийцам, 6-7 стих, «Не заботьтесь ни о чем навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе». Вот этот мир Божий, он доступен христианам, он стал доступен нам благодаря тому, что Христос прошел через войну пятницы, принял смерть. слава Господу, что мы можем иметь покой. Покой и мир Божий даже тогда, когда мы проходим через страдания, даже тогда, когда мы проходим через боль, даже тогда, когда, может быть, нам приходится встретить, ну, давайте скажем так, смертные муки или, может быть, встретить свой крест, мы можем иметь покой и все это благодаря Иисусу Христу. Все это благодаря Голгофе, все это благодаря тому, что он прошел через агонию пятницы, начиная с Гефсимании, заканчивая Голгофским крестом и затем родницей. Голгофа погрузилась в тишину. Еще совсем недавно толпа народа, собравшаяся на распятие своим грохотом, хохотом, издевательствами и насмешками, оглушала все пространство вокруг горы. Только иногда в паузах между возгласами и смехом можно было услышать всхлипывание женщин, оплакивавших осужденного и римскую речь воинов. Больше чем полдня Голгофа была разбужена шумом толпы, но толпа рассеялась после того, как осужденный на среднем кресте умер. Затем пришли воины и для того, чтобы в лишний раз убедиться в смерти осужденного, они пробили копьем ему грудь, а двум другим перебили голени, после чего они умерли в течение нескольких минут. После воинов перед самым закатом солнца пришло несколько женщин и несколько мужчин, которые сняли тело умершего и, аккуратно обвернув его пеленами, отнесли в гробницу неподалеку. Солнце пряталось за горизонт и Голгофа погружалась в тишину. Тишина была очень кстати, потому что смерть и тишина всегда рядом. Жизнь производит звуки, а смерти сопутствует тишина. Наверное, поэтому люди часто в присутствии смерти стараются вести себя тихо. Для людей смерть часто представляет собой загадку, определенную тайну. Но сейчас Голгофа стала свидетелем необычной смерти. Это смерть не просто человека, но это была смерть начальника и автора жизни. В присутствии такой смерти вся природа стихла. Эта смерть стала искуплением и освобождением того, через кого проклятие и хаос пришли на всю природу. Но при всей кажущейся понятности факта заместительной смерти Христа за грешных людей, мы склоняемся перед глубиной любви и непостижимости смерти Творца жизни. Мы не пытаемся объяснить смерть Иисуса сегодня, мы просто принимаем ее и через нее стараемся сами умереть для греха и умереть для себя. Самое подходящее для смерти это тишина. я предлагаю, чтобы мы сейчас, сегодня могли склониться помолиться. В этой молитве может быть кто-то помолится в тишине. Я предлагаю для того, кто желает поблагодарить Господа за то, что Христос прошел через муки Креста для того, чтобы нам иметь надежду, покой, мир с Богом, сказать это Ему вслух, у кого есть желание, давайте помолимся, давайте поклонимся Ему, кто для того, чтобы мы имели жизнь и мир с Богом, принял смерть. Аминь. Помолимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Тебе за такую любовь, слава Тебе за такую жертву. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты принял смерть, поругание, посрамление, для того, чтобы нам дать возможность примирения, дать покой, который мы можем получить только через принятие Тебя. Помоги нам, Господи, тем, кто однажды пережил смерть для греха, помоги нам жить вот в этой смерти для греха, чтобы жить живыми, быть живыми в Твоем воскресении, в жизни Твоей, чтобы для Тебя быть живыми, для греха быть мертвыми. Помоги нам, Господи, в этом. Мы благодарим Тебя за все то, что Ты нам подарил. Мы благодарим Тебя за все, что Ты совершил, Господи. Мы просто низко-низко склоняемся перед Тобой, потому что понимаем величие того, что Ты совершил. Мы до конца не можем понять тайну Твоей смерти. Глубина ее нам непостижима до конца, но мы осознаем, Господи, что Ты великое сделал, и за это благодарим Тебя и славим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за тот покой, который Ты даешь. Благодарим Тебя за то, что Ты принял смерть за нас, вместо нас. Благодарим Тебя, Господи, и просим, помоги нам любить Тебя, помоги нам до конца нашей жизни принадлежать Тебе, быть верными Твоими детьми за все. Будь прославлен и возвеличен Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, Вот наше короткое служение заканчивается здесь, на этом месте. Я надеюсь, что Это служение, короткое, какое бы оно ни было, Не будет утратой, не будет потраченным временем для Вас, но наоборот, обогатит Вас. Что это короткая пауза поможет Вам как-то вот в этих праздниках все-таки знать, помнить величие Голгофы, величие подвига Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем расходиться, я хочу это сделать, может быть, несколько по-особенному, для того, чтобы, может быть, как-то ознаменовать вот тот покой, ту тишину, которая наступила на Голгофе. Я хотел бы, чтобы мы не просто сейчас помолились и разошлись, я хочу, чтобы перед воскресением наши мысли, ваши мысли были о Голгофе, чтобы мы продолжали мыслить о Голгофе, чтобы мы не спешили уходить оттуда. Поэтому сейчас, когда я попрошу, брат Олег включит еще одно произведение, мы знаем его хорошо, мы часто поем это пение, взойдем на Голгофу, мой брат. Если у Вас есть желание присоединиться к этому пению, Вы можете присоединиться к нему и просто попеть его. Но если кто-то захочет просто, может быть, даже во время этого пения еще раз склониться, еще раз помолиться, может быть, даже здесь, может быть, вместе с кем-то из служителей, это можно сделать. Если просто кто-то хочет тихонько выйти после этого пения, давайте сделаем это тихонько, просто. Я это делаю потому, что хочу, чтобы наши мысли, ваши мысли были о Голгофе. Поэтому после этого пения попрошу тихонько, без какой-то суеты, беготни, просто выйти в коридор. Кто захочет, может быть, еще побыть какое-то время, несколько минут здесь, пожалуйста, можно будет. Через какое-то время после того, как здесь все закончится, нам нужно будет сделать некоторые изменения здесь, нужно будет приготовить зал к воскресенью, к празднованию. Но все-таки мы дадим какое-то время, чтобы, если кто-то захочет, просто в тишине посидеть, побыть минут пять, это можно будет сделать. А сейчас, если у вас есть желание, можно это стоя спеть. Кто захочет присоединиться, может присоединиться. Кто захочет в это время помолиться просто, можно еще помолиться. Пожалуйста, Олег, включи. И после этого пения можно будет просто покинуть, выйти из зала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Если кому-то нужно выйти, пожалуйста, кто хочет, можете остаться еще на короткое время. С миром Господним до воскресения! Субтитры создавал DimaTorzok